МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, с удовольствием представляю наших гостей. Кирилл Андреев, Игорь Сорин, Андрей Григорьев-Аполлонов. Все вместе группа «Иванушки Интернешнл». Небольшая справка. Группе «Иванушки Интернешнл» два года. Основатель коллектива — популярный композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Все участники группы раньше не имели никакого отношения к танцевальной музыке. Игорь Сорин и Андрей Григорьев-Аполлонов — выпускники Гнесинского училища. Кирилл Андреев закончил школу фотомоделей. Но, несмотря на это, уже первый альбом «Иванушек» стал одной из самых продаваемых пластиных сезона. Хиты «Туча» и «Вселенная» забрались на вершины самых разных чартов. А самих артистов все единодушно называют открытием года. Добро пожаловать на «Кулл-упера» по традиции небольшое заявление для прессы. Вам слово. Один для всех. Ну, что можно сказать? Ребята, пресса, она и есть пресса. То есть, как бы, давайте прессуйте нас, мы готовы. На самом деле готовы? Вот тогда давайте начнем. Вы знаете, я ознакомился с материалами, которые у вас уже вышли в разных газетах и журналах. Там нет одного, там нет истории. Где, когда и при каких обстоятельствах создалось ваше интернешнл-предприятие? Андрей. История очень старинная, на самом деле. Быстренькая. Быстренькая, да? В трех словах. Вот и все. Моя дружба с Игорем Матвиенко привела к тому, что появилась идея. Это идея современного коллектива, который бы на сцене одновременно пел, танцевал, был ярок, интересен. Вот эта идея появилась в Сочи во время отдыха, соответственно, под солнцем. Потом она перенеслась в Москву. К нам сразу же присоединился Игорь Сорин. И чуть позже, буквально через пару часов, мы нашли Кирилла Андреева. Вот. И появилась группа «Иванушки». Раньше вы имели какое-то отношение к музыке? Непосредственно практически все. Вообще к сцене мы имели отношение. Я занимался в детстве, разумеется, музыкой. Потом мы работали с Игорем на Бродвее в мюзикле американском. Кирилл Андреев одновременно в это же время в Америке работал в качестве модели. Учился в школе модельного бизнеса американской. Поэтому со сцены у нас как бы непосредственная связь всю жизнь. То есть интернешнл это как бы очень даже вполне в вашем случае понятно. Ясно. Бродвей это очень интересно. Как вы попали туда? Путем... Это был самый простой конкурс, когда приехали просто люди, вот американцы и поляки, отбирать русскоязычных характерных актеров, артиста, точнее одного, может быть двух-трех. Большой конкурс был и отобрали нас Андреем. Мы просто уехали буквально через дней десять. То есть это был мюзикл обыкновенный? Вы в течение какого-то времени каждый день выступали, пели, танцевали, в общем, все, чем занимались? На самом деле это был необыкновенный мюзикл, потому что в то время, 92-й год, это, наверное, был все-таки лучший мюзикл в Европе, на самом деле. Потому что, во-первых, он был интернациональный, а во-вторых, это был как бы социалистический лагерь, показ того, что вот мы можем. И очень старались это как бы так же и в Америке принести, что поляки, славяне приехали в Америку и вот решили покорить Бродвей. Ясно. Кирилл, чем вам надоело школу фотомоделей? Почему вы забросили это дело? Ну, не знаю. Я понял, что как бы этим нельзя заниматься всю жизнь. То есть от силы, может быть, два-три года, потом нужно как бы перейти эту ступень, то есть понять. То есть это просто мне немножко надоело, потому что однообразно все. Тем более сложно было в том, что контракт он располагал на целые три года. И поэтому как бы сложно было там, и с квартирой были проблемы. Я бы думал, зачем это все к черту нужно? Русский повзведобие гораздо интереснее, правда? Да, да, конечно. И легче, нет? Полегче, да, полегче. Бледный бармен с дрожащей рукой Дыма табачного плены И та, что согласна ехать со мной Тоже является частью вселенной Субтитры создавал DimaTorzok Прямо на то, неналево Звезды Среди трассирующих пулей Тоже являются частью вселенной Субтитры создавал DimaTorzok Насколько я понимаю, ваш проект, он отобьет часть аудитории группы NANA, да? Такие молодые и очень активные барышни Вот скажите, вот после того, как на вас, скажем так, обрушилась популярность Эти молодые и активные барышни Начали проявлять свою активность по отношению к вам? И как в связи с этим изменился ваш стиль жизни? То есть, наверное, теперь уже Кирилл не едет в метро, да? Вы ошибаетесь Нет, метро Не узнает мне никто в метро Метро самое спокойное место То есть, я вот после концерта сложную, разумеется, толпа поклонниц и так далее А вот в метро садишься, ну, на тебя посмотрит, может узнает, может нет Очень даже удобно ездить Вчера первый раз девочка узнала Я стоял у Казневского моста и говорит Ой, господи, господи, Иванушка, Иванушка, я сейчас буду в оборок Да не Иванушка Под рельс Да, да Он первый раз узнал Меня не знают, меня все время путают с кем-то Игорь Матвиенко, насколько он деспот в работе и насколько вы можете высказывать свое «я» Можно ли Игоря сравнить с Барри Каримовичем? Можно ответить, да? Вы понимаете, Игорь, он такая тонкая, ранимая фигура, ничего общего рядом с Барри Каримовичем даже не имеет места быть Это просто композитор, талантливый композитор, который единственное, что умеет в этой жизни, так это писать Хорошие мелодии и быть в музыке Это его призвание, это его жизнь И, наверное, наша жизнь тоже Потому что мы к Игорю пришли не случайно Так как все то, что происходит с нами, это не случайно А все остальное, что он делает, это производственная необходимость И поэтому здесь нет деспотизма даже на грамм Тем более мы действительно, наверное, друзья, что немаловажно Нет, мы не друзья, мы уже родственные души То есть понятие «дружба» оно же где-то там, вдали А конкурс был большой, допустим, чтобы стать одним из участников группы? Или нашлись три человека, которые... Полторы тысячи человек Дело в том, что мы пришли к выводу, что конкурс «Олом мы ищем таланты» Он как бы не прокатывает на самом деле Потому что вот как только появился проект танцевальной группы Был действительно объявлен по ТВ-6 в постах конкурс Пришло очень много людей в какой-то киноказательный зал Полторы тысячи или две тысячи человек И ни один из них не прошел Ни один из них Поэтому вот ребята, которые появились, Кирилл, Игорь и я Это не из конкурса, а вот они пришли Они пришли самостоятельно и вот мы оказались вместе Из космоса Ясно, прошу вас То есть пока не было конфликтов с Игорем Вы не можете пожаловаться на него? Мы можем пожаловаться на себя Потому что если какие-то конфликты возникнут То будем виноваты, наверное, мы Потому что молодые, огонь горит Мозги в разные стороны И собраться иногда бывает сложно А если Игорь собирается, соответственно, понимаете Что-то может проявиться Потом подумаешь, поймешь, что он прав И встанешь в свое обычное состояние Спасибо А меня интересует сам феномен Или феномен, я должна как правильно сказать Феномен? Амфитамин Это Игорь тебе виднее, наверное Сам феномен, как я это называю, мальчишечья группа Потому что на Западе сейчас их очень много У нас же все их пока две На-на И вот достойные люди, которые мы сейчас видим у нас в гостях Отвечен этот вопрос Это надо приготовить Я тебе скажу такую вещь Так вот, на самом деле, мое лучшее интересное Как вы сами тебя ощущаете в рамках этого движения? Вопрос номер два Как долго вы себе отмеряете творческой жизни? Потому что уже в последнее время Усилились слухи о том, что у группы на-на Есть некоторые проблемы Связанные, ну и с возрастом в том числе Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что вот жизнь в творчестве Как долго ты живешь в этом творчестве? Как много ты творишь в этом творчестве? Столько ты в нем и живешь Творчество – это часть жизни Жизнь может прекратиться и в 30 лет, и в 7 Так и творчество Популярность – это ничто Главное, понимаешь, все это фигня То, что раскручивает свет вокруг твоей персоны Нет, главная задача в этом творчестве Основная мысль творчества, наверное, в этом шоу-бизнесе Оставаться самим собой И творить свой внутренний мир Защищать его, окружать его хорошими людьми Больше красок, больше неба, больше природы В этом больше гармонии И будет просто больше поэзии, может быть Ну хорошо, все это прекрасно Но есть группа, есть у нее конкретный имидж Нельзя сравнивать, не надо никого сравнивать Ребята, мы все живые люди Мы же не сравниваем вас, допустим, с Филом Доновки, правильно? Ну вы видите, вы смеетесь, да? Мы же тоже можем смеяться, правильно? Но мы не смеемся, мы плачем Потому что, понимаете, мы все люди И все мы похожи на людей Потому что мы как бы членистые ноги Немножко, да? Может быть, глазами чем-нибудь похожи Особенно? Нет Не надо ни с кем сравнивать Мы являемся тем, чем мы являемся И больше ничем мы не являемся Понятно, в разговоре о пуп-музыке Никогда не повредит немножко философию, правда? Прошу Как он говорит, какие на нем были очки Все-таки это сбивает с панталыку Я хотел бы внести некоторую ясность Я ждал наездов И как ваш адвокат, нанятый вами за хорошую сумму Я бы ждал момент, когда на вас наедут Это произойдет, наверное, позже Но я хотел бы тут же вас отдернуть Во-первых, за фразу «популярность» — это ничто Тот же самый Барри Каримович Которому ты отказал вдруг в звании ранимого и изящного человека А он не менее ранимый, чем ваш Матвиенко Дал бы тебе по лобешнику сразу, как бы только произнес Потому что шоу-бизнес имеет одну конечную цель Популярность и девичьи визги Если это самец на сцене Сорин — философ, я должен вам объяснить Сорин — философ, это Суслов в правительстве Брежнева Вот ребята имеют совершенно четкое представление, что такое шоу-бизнес Шоу-бизнес — это девчонки Вы же мальчишки В данном случае Игорь отвечал за себя, разумеется Нет, он отвечал с таким притязанием на участника передачи «Я сама» или «Пресс-клуб» Чтобы было понятно, что он отвечает за всех Как вы, зачем вы пришли в этот бизнес, если вам не нужны визги И вам не нужно в конце концов отказаться от метро? Вот ответь, пожалуйста Нет, ну не знаю, насчет Игоря то, что популярность — это ничто, я не согласен Потому что как бы ради, не то что ради этого Мы работаем, потому что нам это нравится делать Популярность, она, естественно, или есть, или она есть, или ее нет Правильно же, Анатолий? Поэтому, как бы... Игорь, как ты все замутил вот так вот Жизнь в творчестве, возможно, без популярности, понимаешь? Но, именно вот наш проект, он рассчитан, разумеется, на успех Потому что, если будет успех, будет рядом все, что хочется артисту Потому что любой артист мечтает о большом театре Поэтому, разумеется, я мечтаю о том, чтобы собирать стадион Вот я и хочу, чтобы вы не путали свой жанр с творчеством Потому что Иванушки Интернешнл — это, грубо говоря, компенсация нехватки семенной жидкости в стране Это надо четко понимать Вы мальчишки, а групп нету так А ты знаешь, как будет клево, когда вот в том проявлении коммерции и шоу-бизнеса Еще будет присутствовать творчество Потому что я уверен, что Игорь Матвеенко пишет песни не по законам шоу-бизнеса А по законам своего сердца Я занимаюсь хореографией, сценодвижением на сцене группы Иванушки Не потому что там что-то модно, а потому что я вот так чувствую Игорь пишет стихи Не потому что он знает, что это будет хитом Как там «Подсолнух» или где-то А потому что из него это прет, понимаешь? И поэтому совмещение шоу-бизнеса с реалиями на сцене Именно вот с нашей жизнью на сцене Мне очень устраивает, мне это очень нравится Потому что я могу в этом шоу-бизнесе действительно все по линии Где ни влево, ни вправо Я могу заниматься искусством Я горжусь этим Атар, понимаешь, в чем дело? Дело в том, что ты очень странно строишь свою манеру разговора Ты сначала людей опускаешь в какие-то помои Понимаешь? Ты знаешь, вот у меня есть очки специально я делаю на этой передаче Это такие очки Антиатарики Нет, они нормальные очки Просто в этих очках, этих очках Просто, понимаешь, чувство собственного достоинства Оно меркнет в них Все мы смертны, все мы одинаковые Нельзя, мне кажется, строить свою карьеру на том, что опускать всех в говно Рано или поздно ты просто сам туда упадешь И никто тебе руки просто не подаст У меня второй вопрос Сейчас я не хочу отдаваться в дискуссию Очень странный обвинитель Это из любви все Я думаю, что твоя философия будет не менее незыблемой Даже после моих жалких наездов Я хотел бы задать вопрос Скажите, пожалуйста, господа Будете ли вы рады, когда настанет время, когда вы откажетесь от метро В последнее время на Западе все музыканты, которые имеют возможность на приличные гонорары Вот ездить на лимузинах Например, группа «Оазис» — это новая британская волна У нее есть фишка Она дает интервью и говорит А мы миддл-класс Мы ездим на мопедах и так далее Это стало уже такой идеей фикс Зарабатывая гигантские деньги, продолжать ездить на мопедах С каждым лондонцем в пабах пить на бурдершаф и так далее Вот для русского музыканта Барри изначально строил свою тактику шоу-бизнесовую На том, что ребята были недосягаемы для простых людей Лимузины, блестки Причем на всех частях тела Во время концертов, после Это весь... Это иллюзия, сказка Согласны ли вы с тем, что артист вообще не должен появляться в толпе людской И вообще не должен иметь касательство к обыкновенной жизни, где есть жак Атарик, понятно Это хороший вопрос Это клевый вопрос, ломовой даже Ломовейше, ломовучище Даже лучше, наверное, это вопрос вообще Я просто, понимаешь, я постараюсь ответить на тот вопрос, который прозвучал и угас По поводу визгов женских Творчество, творчество, действительно настоящая творчество Оно не предусматривает этих визгов Это, понимаешь, процесс созидания внутренней И от внешних проявлений Он может быть терпает только то, что на правильном пути стоишь или нет Это все А женские визги, они нам не нужны Мы у нас... Они ему не нужны Ребята, понимаете... Понимаете, вот агрессия, слепая агрессия Вот как-то Иваночки Это же бред, понимаете Меня интересуют вот те люди, которые действительно впускают группу Не обязательно нас Просто людей Понимаете, вот когда человек сидит Углубившись в себя И пускает вот просто музыкантов Или творческих людей в свой внутренний мир Он соглашается, он не орет тупо Понимаете, он может орать тупо на все Вот тупое, вот это бычество Вот этот крик Это очень опасная стезя Когда люди в себе Они раними, понимаешь Они творческие люди Даже несмотря на то, что они Может быть даже и не в творчестве Внутренний мир Он на более тонких волокнах Ты, может быть, об этом не знаешь Буду петь колечко без аплодисментов Понятно То есть в гостях у нас сегодня такой коллектив единомышленников Вы знаете, Аталья, я тут некоторое время назад Предоставил мне возможность обойти Изрядное количество лондонских пабов Никаким азисом там и не пахнет, если честно Это, может, мое мнение, действительно Следующий вопрос, прошу Все-таки радостно, что грамотные шлягеры от Матвея Исполняют не только здоровенные мужики В главе с Николаем Но и юные, тщедушные с виду Но голосистые Иванушки А вопрос в том, что вы не боитесь Когда станете культовой группой Когда конвейер будет еще более жестоким Что творческая сторона, музыкальная И поэтическая уйдет на второй план Не, мы с Орлина будем возить барокамере Вот, чтобы его никто не трогал На самом деле нет Вот, а сами, в общем-то, пользуются Некоторыми благами Значит, успеха То есть, можно ответить на наш вопрос? Да Боитесь Да Просто да Нет, не ты очень боитесь Просто да Вот, что вы хотите, то мы и да Ты рукаешь дождь Лужи на асфальте Ты стоишь и ждешь И намокло платье Друг твой не пришел Друг твой не придет к тебе Он и не должен быть Друг твой самый лучший Ведь я сказал тебе, я прошу Как нехорошо Дай на небе тучи Дай на небе тучи А тучи, а тучи О том, что в тучах А тучи, как люди Как люди Как люди, они А тучи, а тучи А тучи, как люди, как люди, они одиноки, но всё так и тучи, но всё так и тучи, не так жестокие, да и на небе тучи, тучи. Я хотела бы вам задать вопрос, связанный с вашим названием. Вы называетесь «Иванушки» и в то же время «Интернешнл». По-моему, от «Иванушек» один русский язык остался, потому как вид у вас совершенно «Интернешнл». Ничего русского я в вашем облике не наблюдаю, и, в общем-то, манера поведения у вас чисто такая американская. Это сказалось, наверное, ваше пребывание. Какая американская? Какая американская? Ну вот вы так сидите, вот поза даже ваша сейчас на стуле. Это поза мне удобно, я художник. Я могу сидеть так, я могу сейчас положить, понимаете, смотрите, я специально для вас. Я с вами не соглашусь. Все равно это попытка эпатажа. Согласитесь со мной. Девушка, понятие эпатажа, эпатажа. У вас свое понятие эпатажа, вот и все, девушка. Ну, вероятно, я не спорю, каждый имеет право на собственное мнение. Вопрос еще не был, потому что я вступила в дискуссию так неожиданно для себя самой. Я просто хотела у вас спросить, как вы пытаетесь, так сказать, все-таки доказать, что вы Иванушки на сцене. Вот ваш последний клип «Тучи», действительно, он стал хитом, мне он очень нравится. Я даже считаю, что на MTV он имеет право крутиться наравне с другими клипами, потому что он сделан отлично. Но это, опять-таки, такой американский стиль. Вот скажите, как вы все-таки сохраняете Иванушки, вот в чем ваши Иванушки? А вот слушай, здесь альбом. Вопрос в чем? Почему вы Иванушки, девушка, на самом деле? Колечко, малины, это же все, это же все как бы... Иванушки, Иванушки, на самом деле, это просто образ человека, это самое старое, во-первых, имя древнее. И это имя носителя светлого, вот и все, просто человек, который совсем может договориться с черной силой, с белой силой, понимаете? Он ему везет, у него нет возраста, он вечен, понимаете? И Иванушки, и Оган, Йохан, может быть, и Джон, вы же понимаете, Джон и Смельное зерно, если Берл сочетали, помните, что такой представитель был нашего поколения. Ну вот манера говорить у вас, я согласна, как у Иванушки. Ясно, большое спасибо, микрофон соседу. Господа, мы будем более добрые вопросы задавать, я умоляю, реквизит, очень прошу вас. Прошу вас. Скажите, ребята, осознаете ли вы, что являетесь искусственным продуктом, таким шоу-бизнесовым? Была идея, под нее нашли людей, написали песни, нашли деньги, запустили эфиры и так далее. Закончите, что то, что мы говорим, люди просто не слышат. Нет, что будет в случае, если кончатся деньги, вы поссоритесь с Матвиенко, что вы тогда будете делать со своими неплохими вокальными данными и постоянной театрой творчества, о котором вы говорите? Сейчас все нормально. Что вы будете делать в этой ситуации? Я не считаю этим искусственным проектом, во-первых, абсолютно не считаю. Вот поэтому вопрос несущественный, потому что, во-первых, невозможно поссориться с кем, вообще мы не ссоримся ни с кем. Вообще плохо ссориться, потому что ссориться, значит ненависть, а ненависть это плохое чувство. Ты далеко? Сейчас я только вырежу. Ну, во-вторых, ну, в общем, вот это, наверное, ответ, потому что я не считаю это коммерческим проектом. Ни в коем случае, потому что, опять же, возвращаясь к конкурсу, никто по конкурсу не прошел. Мы образовались сами. Дело в том, что я бы хотел как-то развить все-таки тему искусственности. Дело в том, что у меня, как бы, может быть, это мои личные аргументы. Дело в том, что вот вообще вся эта идея конкурса, на мой взгляд, как бы, и смысл в том, что отбирались дикого количества людей, которые в результате вот сейчас работают в одной группе. Может быть, это как-то сейчас, мне кажется, это заметно со стороны. Дело в том, что у вас, как сказал Илья, группа такая единомышленников. Абсолютно разные взгляды. Как вы можете вместе работать? Я не понимаю, если вы не придерживались, если у вас нет чего-то общего, что вас в данный момент объединяет, это вот шоу-бизнес. Хороший вопрос, хороший, отличный вопрос. У вас же должны быть проблемы в группе. Через некоторое время они должны возникнуть. Вы только что образовались. Смотрите, дело в том, что вы же тоже здесь не один, правильно? И вот вы строите свой вопрос на том, что как бы люди, они как бы все здесь находятся под одной идеей, правильно? Журналисты, журналистика. Вот вы один из этих людей, правильно? И вы строите себя, как бы вы планируете свой вопрос, отталкиваясь от того, что от общей идеи, правильно? От концепции, правильно же? Но вы одинок. Так же, как и все здесь сидящие. Мы такие же абсолютно люди. Нам удобно втроем, нам легче. Мы друзья, мы дружим. У нас компашка такая, понимаете? Нет, я хотел сказать, что... Искусственность проекта, она не искусственная. Проект вовсе не искусственный. Сама понятие проекта, оно так и висит. Проект. Это просто всего лишь слово. А люди, они не могут быть искусственными, они все живые, правильно? То есть никакой искусственности здесь нет. Из всего вышесказанного я могу подытожить и сказать, что в гостях у нас представители творческой интеллигенции, безусловно, тонкие, ранимые, молодые люди, которые к тому же можно встретить в московском метро. Все правильно? Вчера, Ко. Вчера. Прекрасно. Каждый артист, если он уже более-менее профессиональный, должен четко понимать, каким он должен предстать перед своими зрителями. Потому что от него этого ждут. Допустим, от вас никто не ждал, что полторы тысячи, вы каждый день опускаетесь, значит, в этот отт. Не всегда нет, мы пользуемся транспортом, который наземный. Видите, что ночами, например, мы добираемся на такси. Или пешком. Вопрос. Вопрос. Кто следит за имиджем и кто-нибудь вас консультирует перед тем, как давать интервью? Как и как вам давать интервью? Нет, насчет интервью, консультации здесь как бы они не присутствуют. Ну, может, вы сами там за пивом что-нибудь? Нет, 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 все зависит от настроения. Вот сейчас такое настроение, что мы как бы в легкую спорь. Бывает настроение, что к нам подходит новосибирский журналист и говорит, что вы за группа, мне вот нужно интервью взять у Иванушек Интернешнл. А мы их, мы их, мы их, мы их, мы их, мы их, их здесь нет. Он говорит, так вы кто? Я говорю, а мы МФ-3. Ой, давайте хотя бы с МФ-3 поговорим. Она с вами, она к нам, журналист, она садится к нам, а у нас уже, понимаете, настроение такое, что как бы уже и МФ-3, так и МФ-3. Какой девиз? Делай БЭП. Понимаете, вот как бы и уже общение вот такое идет. Поэтому в плане консультации по поводу интервью, как бы их нет, потому что у нас уже есть собственный имидж каждого из нас. Видите, философ, загадка и, значит, как бы и дипломат, понимаете, вот такая вот фигня. А вот что касаемо имиджа, то, разумеется, в большинстве случаев, ну как большинстве случаев, опять же, 50 на 50 все равно получается, потому что как бы нам по 20, даже 40 на 60, нам по 20 процентов, Игорю, 40, он, разумеется, имидж нам помогает вытягивать. То есть он предполагает, что у него что-то должно быть. И нам как бы дает совет. Опять же, видишь, совместно. Мы сами решаем, в принципе, из человека артиста, как говорится, то артист сам выбирает, как бы, что ему носить, правильно? Насколько это подчеркивает его природу просто внутреннюю, вот и все. И второй тогда вопрос, Игорь, к тебе, потому что, я так понимаю, ты действительно самый тонко настроенный человек и, наверное, очень иронимый. Возможно ли такие заскоки группы в целом, ну и, в частности, может быть, по причине твоей иронимости, допустим, вот что может произойти, что вы отказываетесь от концерта? Ну вот приезжаете, вот какая-то там, допустим, буфетчица наорала, сказала, ну что ты... Что, как тебя можно выбить из колеи? Понимаете, выбить из колеи ничем нельзя. Это первое, потому что мы связаны обязательствами с другими людьми. И мы не имеем права их подводить, потому что это наш хлеб. Понимаете, мы не имеем права отказываться от хлеба, потому что хлеб это милость Божья, правильно? Это, во-первых, а с проявлениями... С проявлениями хамства мы встречаемся каждый день, даже сейчас. Давным, давно, темной ночкой на крылечке Давным, давно подарил тебе колечко Зачем, 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 отдала ты мне сердечко Храни его, не теряй в лучах воздушный А кто дарил, говорить о том не нужно Зачем, зачем, подарил тебе колечко Зачем, зачем, отдала ты мне сердечко Вот вы, молодой человек, Игорь, да, кажется, вас зовут? Вы мне очень напоминаете одного человека, маленького такого, по имени Мисты Малой Из города Санкт-Петербурга Он, на самом деле, такой маленький, вы, конечно, повзрослее, но он живет по принципу Дуримар-Дуримар-Туранчокс То есть все, что он делает в своей жизни, он делает прикалываясь Вы настолько серьезны в своих сентенциях, что я просто сижу и офигеваю, если честно, от этого-то всего Офигевайте дальше Я приехала давить через города Санкт-Петербурга, где сейчас человек number one у непродвинутой молодежи А у той части населения, которое слушает в Москве, видимо, и вас Некий профессор Лебединский Человек, который вместе с очень неплохой группой, русский размер, делает ремиксы на ля-ля-фа На фонтан, на лим-по-по, или как, лимбо, лимбо, да, лимбо, бимбо, вот, да, 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 да И как бы это, в общем-то, все тоже не фонтан, естественно, вот лично для меня И для той молодежи, с которой, как бы, я общаюсь А что для вас фонтан делать? Фонтан я потом расскажу Нет, сейчас, будь с тобой Вопрос можно задать? Да Короче говоря, но тем не менее, все это ля-ля-фа в исполнении Лебединского делается как кора, как сплошной сугубый прикол Все, что слышу я здесь, меня поражает Неужели вы к своей там ягоде-малине, или что там еще, там у вас есть эти тучи, которые как люди Неужели вы к этому ко всему относитесь с той серьезностью, с которой ты сейчас здесь толкаешь такие претенциозные телеги? Я серьезный разный человек И творчество, это процесс несерьезный, это процесс творческий, понимаете Творчество, это несерьезная вещь, это вещь, которая из себя выходит Она, и общение, это, понимаете Вы сейчас серьезны, понимаете, а я сейчас сам собой, понимаете Ничего со мной серьезного не происходит, не происходило Оно просто происходит, оно несерьезное, потому что все здесь несерьезное, понимаете передачи студия есть серьезно к этому относиться может сразу просто знаете отрастить бороду а сидите и и умереть в костюме андрея бартинева серьезно хочу сказать что все что здесь происходит пишется на совершенно серьезную кассету и потом на полном серьезе будет выдано в эфир так что сказочный иванушка был как известно дурачок и иванушки соответственно аналогично и добавка интернешал в вашем случае это думается не участие в родильских мюзиклах и работа в западных модельных агентствах а скорее символизация некоего всеобщего вселенского глупизма хорошем смысле или олицетворение карнавальной природы этого грешного мира меня интересует вы сами ощущаете себя шутами клоунами в жизни я имею ввиду внутреннее состояние или это только сценический имидж еще мать ее юноша в синем берете и рыженькой извините что называю иванушки и язык внешность интонации все соответствует этому а вот кирилл смотрю на вас и вижу смотрю на вас кирилл и понимаю что вы в отличие от двух молодых людей не иванушка нет этого в стиле в облике понимаете я не знаю в каком я в данном такой же облике просто до этого столько мы раз говорили какой образ мы несем за собой в группе то есть как я рассказал как бы вот вот нас назвали иванушки правильно как вы имеете какой должен нести образ если я не несу образ иванушка какой как вы думаете а я думаю что вы должны мне об этом сказать они как вы себя ощущаете на сцене как вы решаете в жизни у нас идентичны ли эти образы я думаю да потому что как сказал отар один раз прекрасную фразу каждый свою аудиторию понимаете то есть как бы я не на я не хожу я не нахожу я не нахожу я не нахожу как бы себя в образе именно иванушки понимаете просто назвали так группу понимаете и мы работаем для этого я не знаю как ответить на этот вопрос дело в том дело в том что он дополняет нас шутов наверное так пойми дело в том что вот шут шут при дворе это самое главное лицо это советчик короля это его вторая сторона этого половина это его замкнутое пространство прекрасно что вы это понимаете корявом таком обличье и понимаете если их не будет то не будет ничего это все серьезно дело в том что есть лирические композиции у нас такие колечко она и я не могу себе представить как я буду петь песню она 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 понимаете а вот она она а вот кирилл любовник он он это его песен я не могу спеть допустим паспорт разумеется есть разделение понимаешь там у меня щасачки одеть а гасать студентик кирилл герой любовник клоун действительно то есть как бы дополнение опять друг друга и от этого абсолютно ровная песня реп и там и малина и тучи то есть абсолютно разные стили направления потому что мы разные я веду программу которая посвящена литературе я честно говоря не очень хорошо знаком с вашим творчеством несколько буквально песен но тем не менее вы мне очень понравились вы веселые шутливые стебете очень хорошо все подряд и вопрос к игорю игорь чему вы говорите да в литературных образах всего мира да образом образом вы знаете как старинный вот вот старый кинематограф французский например да и вот братья люмьер вот у них есть такие работы типа как вот город потерянных детей вы смотрели да вот чем ярче образ чем он ранимей чем он красочный тем как бы я просто влюбляюсь без ума и я как ребенок понимаете мне нравится все мне нравится набоков начинается набоков мне нравится не нравится бродский мне нравится маяковский но не маяковский который с облаком штанах а другого маяковский который маяковский о любви спасибо у ваших коллег как нибудь мысли по этому поводу есть то есть вот я прочитал произведение яма то есть как люди могут опуститься до этого положения как они потом здесь понимаете здесь тоже нельзя подходить вопросу как если понравилось значит да 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 сложно объяснить то тут чисто мое отношение к этому я не могу не буду сейчас что касаемо меня то я универсален не такого конкретно автора который мне вот прям вот от корки до корки мне нравятся какие-то произведениями нравятся какие-то может быть даже фразы в стихах или еще что-то поэтому я не могу конкретно вам сказать что я вот люблю чехова или цвейга хотя разумеется творчество вот этих авторов мне очень интересно потому что я в принципе по жизни не слезоточивый человек и единственно что меня однажды когда мне выкатила слеза скупая это от свега рассказ письмо незнакомки вот мне это мне это вот письмо добило понимаете а чеха помощь чтобы читали у нас работали на бродвее или в польше мы друг другу читали вслух да мы читали чехова вслух вот помните вот записки путешественника вот когда рассказывала вот страшно вот эти как в этих картинах вот именно поселением вот наши наших людей людей которые были созданы в сибирь тяготы это это страшно если мы читали вслух друг другу мы рыдали и мы жили понимаете этим понятно потому что мы были как бы вдалеке от дома и нам это было близко и именно чехов именно чехов приехал с нами из москвы туда и так еще небольшой такой промежуточный итог наши гости сказали что все они на самом деле похожи на клоунов один из которых молчит другой философствует третий проявляет чудеса дипломатия все верно наверное как ты заходишь мне мне нравится подсолнце в синих волнах оранжевый подсолнук подхваченный течением как в атору плывет чиною не сломленный хотя слегка поклеванный все такой весь солнечный такой вот идиот регина мяник лис с вы такие обаятельные молодые люди у меня вопрос к игорю вот вам не кажется что ваша авторитарность она может в принципе привести вас к такому единовластью которая соответственно как как следствие ведет к дисгармонии с товарищами со своими но вы как самый по моему такой тонкой душевной организации человек более всего подвержены каким-то стрессом и всевозможным наверное каким-то тоже таким дисгармоничным состоянием вы никогда не думали что в перспективе вообще у вас не не шоу-бизнес не ваша группа не какая-то еще может быть сольная деятельность монастырь я совершенно серьезно вопрос задаю как бы не иронизируя абсолютно я понял вас девушка милая я понял вы знаете меня зовут регина я еще раз говорю я не девушка девушки в метро ездят понятно ты понял опустили с вами тебя да нет нет меня не пустили извините ради бога конечно регина единого власти единого власти да нет что вы на самом деле я очень люблю ребят и я думаю что как бы прорыв прорыв он ну невозможен он 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 есть у нас прорыв может тебя может быть моем лице я просто я буду работать в области с ребятами чтобы как бы может быть не может я просто немножко больше чуть стал понимать вас прочтя какие-то интересные книги я пишу стихи я формирую свою мысль формирую язык слова и я думаю что ребят меня поддерживают может быть как вот не совсем в чем-то а в целом да они видят что какие-то со мной изменения происходят такие интересные и я буду биться до последней капли крови чтобы как бы все в нашем коллективе было гармонично ребят сейчас велся разговора монастыре я хочу противоположный поставь привести вы не пробовали заключить контракт с юрием никулиным здесь вот не разговоры велись о клоунаде что мы пробовали заключить контракт с валентином гневушевым потому что он моден и современен он талант он талантлив и чертовски и интересен так что вопросы о цирке и каких-то подколках совершенно уместны потому что есть вариант что какое-то шоу нам будет помогать ставить валентин гневушев а где это будет происходить в большом цирке в большом цирке и что это будет что это будет акробатические упражнения на тему тучи и вселенной понятно понятно большое спасибо к сожалению время наше подходит к концу в гостях у нас была группа иванушки интернешнл следующий раунд акул переродим через неделю увидимся господа если честно вы напугали всех немножко таким философским тоном и такой серьезностью может быть нужно как-то попроще со всеми разговаривать вас все-таки школьница очень любит они таких слов не знают по моему которые все не произносили не переборщили вы нет все нормально очень надеемся что школьница который нас любит эти слова знают ты понимаешь может они нас будут больше просто любить за это потому что они все равно люди тянуты к знаниям как ни крути а эмоции какие после беседы осталось кто-то вам нахамил по моему нет нет ну они хамили всем хамят на самом деле те кто нахамил от образ их жизни хамство а у нас другие задачи совершенно понятно то есть не понравились вам акулы почему наоборот аплодисменты этот смех который возникал в процессе серьезной беседы была беседа хорошая без это клево помогал и дополнял мы были такими сейчас какие мы действительно есть прекрасно я очень рад что вам понравилось нам тоже очень понравилось вот на память подарочки от наших спонсоров ради телефоны большом спасибо удачи мы с тобою губами малину в лесу обрывали ветер в листьях зеленых счастливую песню нам пел а когда на вечерней поляне мы танцевали и и и Субтитры сделал DimaTorzok